Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый раз в нашей студии мы начали говорить о практике, о навыке чтения. Казалось бы, при чем здесь вообще вера, при чем здесь просто о вере, как это связано вообще с христианством. И резюмируя вот прошлую нашу встречу, я как раз об этом говорил, о том, что вообще-то чтение позволяет заострять ум, а умом, собственно говоря, человек видит. Он способен видеть вещи, он способен разглядеть того же самого Бога, которого он ищет в этом мире. Он может его разглядеть, разглядеть его ответы на свои жизненные вопросы через, собственно говоря, чтение книг и так далее, и так далее. Кроме всего прочего, кроме того, у сирийских мистиков, например, есть интересная рекомендация, как преодолеть, например, выгорание, скуку, уныние, истощение ресурса внутреннего, когда тебе все влом, когда тебе ничего не хочется. Они говорили, что первой дверью выхода из этого состояния, из этой ситуации восторг. Восторг от собственного творчества и восторг от творчества другого. Только в этом случае ты сможешь и мир видеть как продукт творчества Бога. Ну а для этого нужно, конечно же, тренировать, тренировать свой ум. Мы в прошлый раз говорили о медленном чтении, о том вообще, зачем чтение, и о типах читателей. А сегодня, как мы и анонсировали в прошлый раз, мы собрались с нашим гостем для того, чтобы предложить вам некоторые пути, по которым можно пройти и для себя найти нечто удивительное, важное и откровенно может быть полезное для того, чтобы прочитать в том числе и текст Священного Писания. Говорим мы с нашим гостем, отцом Сергием Гридичем, но говорим не как с отцом, а как с заведующим библиотекой Самарской семинарии. Отче, здравствуйте. И снова здравствуйте. Итак, ну я, в общем, все уже сказал. В прошлый раз была общая вводная часть. Давайте перейдем к тому, что вы могли бы порекомендовать нашим зрителям почитать этим летом или на что обратить внимание, или открывая, может быть, каждой свою книгу, чтобы он на что-то в этой своей книге обращал внимание. Для тех, кто нас сегодня смотрит впервые, я еще раз поясню, что отцу Сергию я дал задание подобрать нечто в его оптике важное для чтения, для рассмотрения, для ознакомления. Я же традиционно, как и в прошлый раз, должен сделать оговорку, что читать надо Библию и толкование святых отцов, а если у вас осталось время, если у вас есть вкус, если вы, кстати, вкус к чтению, в смысле, и если вы думаете, а вот зачем мне читать еще что-то, потому что, ну, это стадия, которая случается, рисунок сказать, с каждым, что, вот, знаете ли, Библия и достаточно. Хотите хронику, вот книги царств, хотите поэзии, вот псалтирь, хотите истины, вот Евангелие, хотите космологии, вот вам книга бытия и вперед. То есть в этом плане действительно так, но если мы говорим о том, чего ждет от нас Господь, то служения есть разные, и рискну сказать, что у христианина должно быть вот это вот чувство логоса божественного. То есть логос, как в смысле второе лицо Святой Троицы, к которому мы стремимся, и кровью и тело, к которому мы причащаемся, только в этом возможно возрастание в истине. Но, с другой стороны, логос – это еще и всякая мудрость, которую можно выразить словом. Психология, социология, психопатология, ну и так далее. То есть в этом случае мы тоже говорим не о том, что можно пережить, это закрытый такой интимный мистический опыт, а вот логос – это умение обращаться со словом. И поэтому, опять же, рискну сказать, христианин, который не умеет выражаться красиво и не умеет чувствовать слов. Да, допустим, если он сам косноязычен, то неважно, о красоте мы будем говорить уже ближе к заключительной нашей встрече в этом цикле. А вот умение увидеть, как словом создаются миры, вот это очень важно. То есть вот тот самый пример со школьником, который я не устаю приводить, спросить, а чем Пушкин велик, легко, и человек растеряется. А вот Пушкин велик тем, что вот он, мальчишек, радостный народ, коньками звучно режет лед. В семь слов он создал картину. Вот это и есть подражание Творцу. Это и есть, ну, конечно, мы никогда не сможем сделать тем, чем Господь является для Вселенной, но мы к этому призваны. И поэтому вот первое, что я предложу, давайте мы сегодня поговорим именно о форме, о том, как словом создается сразу картина. И надо не извлекать, как вот мы уже разбирали, что читатель может поглощать книгу, как он поглощает информацию. Или, кстати, держать при себе справочник для того, чтобы извлечь эту информацию в любой момент. Ну, в общем, тетя Вика, которая все про всех знает, заходите на Википедию, и это все быстренько... Тетя Вика, я только сейчас понял. Да, про деформацию. И просто за 30 секунд считывайте, через 2 часа не помните, но в целом такая иллюзия знания. Ну, то есть в этом случае мы совершенно нечувствительны к форме. То есть дайте нам выжимку, дайте нам выжимку из Анны Карениной за полчаса, дайте нам всего канта за 90 минут. А надо остановиться, надо покатать это в черепе, если угодно. И вот Горан Петрович, осада церкви Святого Спаса. В этом плане тоже предложу цитату. Можно я покажу? А я пока, собственно, процитирую. Вот так эта книжка выглядит. Ну, она может выглядеть как-то иначе. Глянец может отразить бликом. Следующую мысль я процитирую, что писать имеет смысл для Бога, для любимой женщины, и в крайнем случае для монарха или друзей философов. Нужно говорить не с аудиторией, не с контекстом, а с вечностью. Потому что вот то, что мы... И то же самое, вот, жаль, не могу сослаться на автора, потому что встречал в интернетах, выписал, но автора не нашел. У красоты нет сына, чтобы защитить ее. Будь сыном красоты. У красоты нет отца, чтобы вступиться за нее. Будь отцом красоты. Ведь как только мы выходим из контекста, как только мы перестаем вот эти постмодернистские отсылки делать к тому, что вот, а тут есть контекст, а тут есть еще контекст, вот первому игроку приготовиться. Там же смысл восприятия в том, что мы считываем отсылки самые разные. И вот кто больше всех отсылок насчитал, тот и, как бы сказать, преуспел и выиграл. А вот, а что если начинать с нуля? Как будто ничего не известно, ничего не написано. И просто посмотрите на хороший перевод, хорошую сербскую литературу. То есть еще раз, Горан Петрович, «Осада церкви святого спаса». Итак, на пять лет дальше, сразу после благолепного божественного праздника Христового Воскресения, когда он был посвящен в сан архиепископа Сербского, перед возвращением на землю Отечества, неподалеку от развилки марта и апреля, последней ночью в Никее, явился неожиданно в сон к Савве родитель его, святопочивший монах Симеон. Седая борода и волосы некогда могучего самодержца, милостливого великого жупана Стефана Немани, были влажными после долгого пути под звездными искрами. По мокрой рясе на каменный пол Савиной келии капля за каплей стекал блеск луны, и вокруг босых ног путника уже скопилось множество крупных и мелких зерен. Бетенийская ночь была особенно тиха, только откуда-то издалека едва наносился шум ткацкого станка, который из тончайших нитей, криков, сов, монотонного стрекотания сверчков, тяжелого дыхания земли, журчания воды и редких звуков человеческих голосов ткал внешний вид времени. То есть вот оно, раз, и уже создание картины. Вот он. И вроде бы мы начинаем с какого-то факта, а потом уже на развилке марта и апреля, и приходит почивший монах к своему сыну, чтобы его предупредить, и вот с него стекает лунный свет, и вот это самоценно, это нужно читать неспешно, это нельзя сказать, ну давай уже экшен, экшен, пыщ, пыдыщи, пиу, пиу, где же оно, ну, ну, ну. Ну, луна скрипнула на небе, сияние наполнило ее до краев, на землю пролились новые лучи, ветер тиховей с шелестом запутался в ветвях деревьев, откуда-то протяжно подолго, ну, давай уже говори. И, соответственно, вот, пожалуйста. Дитя мое, прошу тебя держать в уме то, что ты сейчас услышишь. Завтра утром вселенский патриарх Мануил Сарантино одарит тебя благословением, грамотами, поучениями, святым жезлом, достойнейшим одеянием, и Василес Византийский, Кир Федор Ласкарий, защитник Арамейского царства. Не захочет отстать от него, пожалуй, всему роду твоему разрешение добывать в полях лунный свет. Тебе же подарят четырех мулов с пурпурными уючными седлами. В придачу, как груз для мулов, эти двое милосердных будут предлагать тебе огромные богатства. Спросят, желаешь ли ты взять серебряные и золотые сосуды, евангелия в окладах с драгоценными камнями, золототканные покровы и занавеси и бесчисленное множество других сокровищ. Но ты, сын мой возлюбленный, от всего этого откажись. Пусть все предложенные тебе патриарх и царь пожертвуют монастырю Хиландар, украшению Святой Горы. Ты же, святочей моих, и спроси для себя четыре никейских окна. Запомни, проси патриарха и царя дать тебе четыре окна. То есть как это? Что это? И вот первое окно, проси то, на которое прилетает ласточка патриарха. Вторым и третьим пусть будут окна, возле которых царицы провожают и встречают своих государей, когда те отправляются на битву и возвращаются после нее. А четвертое, которое ты должен потребовать, это то, на котором отдыхает двуглавый орел самого Василевса. И вот, собственно, с этого начинается сказка. И вот они оказываются в церкви Святого Спаса, которая, с одной стороны, переживает осаду болгар-куманов, а с другой стороны, вот все это выстраивается еще и в параллели с современной Сербией. Но поскольку мы историю Сербии знаем сравнительно нехорошо, много хуже истории государства российского, которые тоже все охают и говорят, вот, государей московских не могут верить. Но это просто интересно слушать. Вот он так плетет речь, что вот о чем бы он ни рассказывал, это вот из серии просто вот ловкое управление со словом. И вот, это уже, правда, не из Горана Петровича, но просто вот только что в голову пришло. И будут вам рассказывать всякие истории. Только правды в этих, только это не рассказы, а росказни, потому что правды в этих историях не больше, чем дублонов на дубе. То есть мы еще даже не знаем про кого, про что, но вот это вот умение вот так вот взять и заплести, то есть это как раз только в примедленном чтении, только при вот... Вот почему дети любят сказки? Потому что мир создается вот так вот. И не просто муравей пересекает, да, из пункта А в пункт Б какую-то трассу, или там девочка Герда спасает Кая, этот квест, с кем она говорит, кому чего нужно. Но это же еще и процесс, это же еще и рассказ. И вот, значит, первый это вот Горан Петрович, осада церкви Святого Спаса, это сербы. Потом вот Джованни Гуарески, его знают по самым... Он вообще журналист. Вот так эта книжка. Да, весьма известный, но его знают в мире и в России, в числе прочего, да, как части мира, за его историей о Доне Камилло. Вот кто смотрел старые комедии, еще черно-белые, то есть кино уже не немое, но как раз вот про Дона Камилло, который священствует в маленьком таком поселении, и столкновение у него постоянно происходит с мэром Пеппоне, который убежденный коммунист, а Дон Камилло, разумеется, не может потерпеть вот этого вот атеистической пропаганды вот у себя. И истории очень короткие, и вроде бы что нам до того, что происходит в каком-то итальянском селении. Но вот история, мы, конечно же, все читать не будем. С 209 по 216 страницу. Ну что, это даже 10 страниц нет. Но ценно именно атмосферой, когда вот буквально в 2-3 слова человек создает уже, как будто вот даже мы в известной степени видим то, что происходит. Вот это и есть мастерство. И вот это опять отсылка к, если сказать, книге бытия, когда Господь словом творит мир, и мы можем как раз предложить Господу наше слово. А Господь принимает всякое приношение, и всякие служат ему по-разному. Ну вот, например, писатель может послужить ему хорошей книгой. «Господи!» обратился Дон Камила к распятию в центральном алтаре. «Зачем говорить, если никто меня не слушает?» В голос его была горечь. Христос в утешении сказал тихо. «Это неправда, что никто не слушает Дон Камила. Когда ты говоришь с кафедры или от алтаря, все слушают очень внимательно. Многие твоих слов не понимают, это правда, но это не важно. Важно сеять семена Божьего слова в мозг человека. Однажды, месяц, год или десять спустя, услышанное и непонятое прежде слово неожиданно зазвучит в ушах. Оно станет предупреждением, поможет найти решение мучительных вопросов, станет лучом света во тьме, глотком прохладной воды для жаждущего. «Щедрой дранью разбрасывая семена, и однажды они дадут плод даже на заслушливой почве. Когда у человека есть голова, он способен к размышлению. Говори и радуйся тому, что тебя слушают». Дон Камила покачал головой. «Я говорю, но никто не слушает. Я говорю, а передо мной всегда одни и те же лица. Они слушают то, что знают уже наизусть. Но я не вижу среди них тех, кому по-настоящему нужно услышать мой голос, Слово Божие. Господи, когда я говорю, эти люди спорят о чем-то в своем трактире или что-то замышляют в своей норе. Поэтому мне кажется, что я говорю, а никто меня не слушает. Я вкладываю в слова всю свою веру, силу легких и вопль. Но слова мои даже до середины церковного двора не долетают, а уже растворяются в воздухе». Дон Камила вздохнул. «Господи, мне нужно найти денег и купить громкоговорители». Вот никто бы не подумал, чем за... Но с одной стороны, верующий человек разговаривает с Господом, и Господь ему отвечает. И это, если сказать, дерзость на самом деле. Вот так вот взять и описать диалог священника с Господом. Но с другой стороны, ну талантливо же сделано. И в целом, да. «Господи, мне нужно найти денег и купить громкоговорители. Я повешу их на колокольни. Тогда мои слова, пронесенные с кафедры или от алтаря, раздадутся повсюду, как гром, и слушать меня придется даже тем, кто сюда не приходит. Иисусе, помоги мне выиграть волтерею». Иисус ответил сурово. «Если тебе предначертано выиграть, ты выиграешь. Если ты выиграешь, то произойдет это ни в коем случае не потому, что ты вынудил Бога изменить предначертанное, чтобы оказать тебе услугу. Ты будешь благодарить Господа за то, что Он дал тебе благодать что-то делать в соответствии с божественной гармонией, которая управляет всем во вселенной. Дон Камилла, вот ты идешь, ни о чем не думая, пересекаешь железнодорожные пути и застреваешь в одном из них ногой. Вынуть ногу не получается, помочь некому, и ты не знаешь, по которому из двух путей пройдет поезд. Ты просишь у Бога помощи, раздается свисток, и поезд мчится по второму пути. Ты спасен, ты благодаришь Бога, по милости которого ты застрял не в том пути, а в этом. Не за то, что Он пустил поезд по другому пути, потому что поезд был уже в дороге, когда ты застрял. Он уже шел по другому пути. Нельзя полагать, что Господь ради тебя перенес его с одних рельсов на другие. Так что благодарю просто за то, что поезд оказался на другом пути. Дон Камилла поклонился, перекрестился и сказал, если я выиграл лотерею, я буду благодарить тебя не за то, что ты помог мне выиграть, а просто потому, что выиграл. И не будешь упрекать меня в случае проигрыша, заключил Христос. Ну, а что было дальше, желающие могут посмотреть. Заметим, вот талантливый журналист-католик, который вполне себе имеет такие базовые знания вот закона Божия, который преподается на хорошем итальянском приходе католическом, опять же, вот это 50-е годы, это сразу после войны. Ну, опять же, кто смотрел серию фильмов, тот помнит, да, что Эпипона и Дон Камилла воевали во Вторую мировую. Ну, и, собственно, вот просто как создается атмосфера и как можно упаковать разные смыслы. То есть, начинается с того, что священник вот так вот парадоксально, значит, Господа пытается, простите, втравить лотерею, а с другой стороны намерение-то благи, а потом еще вдруг оказывается, что Господь читает проповедь священнику о том, что вот когда ты думаешь, как Господь вмешивается. И вот это повод к размышлению, да, это вот то, о чем мы говорили в первую программу. Мы идем как лошадь, которая понукает, вот раз, и мы оказались в Вестеросе, раз, мы оказались в Вышеграде, раз, мы оказались в Средиземье и в Мордоре, и мало ли где еще мы оказались, потому что вот нас вознуждал Толкин и протащил по всему Средиземь. Нас вознуждал Стивенсон, Буссинар и так далее. А тут мы можем уже охотиться, мы можем искать темы для размышлений. И вот смотрите, с одной стороны мы можем обогащать свой лексикон, то есть, ну, в конце концов, это же, откуда мы берем удачные выражения? А вот как раз из книг, потому что рису сказать в стендап, это, конечно, весело, но, с другой стороны, он, жанр стендапа, в принципе, не предполагает нам что-то дать, кроме вот мимолетных каких-то вот параллелей. А, например, сказать, ой, отчет, ты внезапен как лосось в кустах черники. Ну, откуда мы можем взять этот волнующий образ, да, и мы видим кусты черники, и мы туда в то, а там лосось. Ну, вот как? Это талант. И, наконец, вот тоже медленное чтение, это... Вот эта книжка была для меня совсем неожиданной, потому что обычная, это, как бы, это то, что я нарочно взял, пример детской литературы. Нарочно взял, что вот это школа, да, что это может мне дать, зачем мне вот это вот нужно. А оно предлагает нам темы для обдумывания. И вот даже в таком легком жанре, когда нам просто, ну, вот начиная от откровенной сказки и заканчивая здоровым христианским юмором, и поэтому, господи, я поставлю громкоговоритель. Дон Камилло, ты не нагнетай, а поэтому, господи, мне нужно выиграть лотерею. Дон Камилло, ты творца миров вообще втравил в какой-то розыгрыш в маленькой итальянской деревушке. Ну, ну как это? И вот, давайте посмотрим, опять же, Бажов, хозяйка медной горы о медленном чтении, потому что, вот что читает ребенок, это же тоже очень важный момент, это мы вновь вынуждены будем вернуться к той цитате, которую я предложил вашему вниманию в первой программе, о том, что век ускоряется, нам надо со всем справиться и все успеть. И очень много деталей оно оставляет за пределами. Ну, и вот, собственно, медной горы хозяйка, сам сказ, просто обращу внимание на детали. Опять же, все читали, каждый может припомнить свой травматичный школьный опыт. И, с другой стороны, вот именно потому, что это было написано не для молодых людей в 14-18 летнем возрасте. То есть, это же было написано человеком более старшего возраста для читателей, ну, как минимум, ровесников. Мы же не будем говорить с 7-летним младенцем, который вот только-только закончил младенчество и желает там остаться, а его уже тащат на исповедь первую, потому что ему 7 лет. А вот что он понял из Татьяны Лариной и Евгения Онегина? Ну, не надо. И вот, значит, посмотрите. Опять же, умение говорить и умение разбросать детали, подсказки. Пошли раз двое наших заводских траву смотреть, а покосы у них дальние были, за северушкой где-то. День был праздничный и жарко, страсть. Парун чистый, а оба в городе робили на гумешках, то есть, малахи труду добывали, лазоревку тоже, ну, и когда королек с Витковым попадали и там прочее, там и подойдет. Один-то молодой парень был, не женатик, а уже в глазах зеленью отливать стала, другой постарше. В лесу-то хорошо, пташки поют, радуются, от земли воспарение, дух легкий, их слышь и разморила. Дошли до Красногорского рудника, там тогда железную руду добывали. Лили, значит, наши на травку под рябиной, да сразу и уснули, только вдруг молодой, ровно кто его под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит, спиной к парню, а по косе видать девка. Коса сизо-черная, и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. И на конце ленты не то красные, не то зеленые, сквозь светеют и тонко эдак позванивают, будто листовая медь. Девица-парень на косу, а сам дальше примечает, девка-то небольшого роста из себя, ладная, и уж такое крутое колесо на месте низба сидит, вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется на тот бок и загнется, на другой на ноги вскочит, руками замашет, а потом опять наклонится. Однем словом, артуть девка. Слыхать лопочет что-то о Покаковске неизвестно, а с кем, говорит, не видно, только с мешком, все весело видно ей. Ну, то есть, заметим, да? И мы еще не понимаем, во что герой встрял. А вот тут деталь, день-то праздничный был и жарко страсть. То есть, не надо было заниматься работами в праздник. То есть, как правило, это к добру не приводит. И вот он встречает эту самую медной горы хозяйку, да? И при этом он не богослов, и он, ну, ну, делать было надо. И что же делать? И вот дальше. Парень хотел, было слово молодость, вдруг его как по затылку стукнуло. Мать моя, да это же сама хозяйка. Ее одежда-то, как я сразу не приметил, отвела глаза косой-то своей. И одежда и верна такая, что другой на свете не найдешь. Из Шелкова слышка малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладь. Вот, думает парень, беда, как бы только ноги унести, пока не заметила. А стариков он выше слыхал, что хозяйка эта малахитница любит над человеком мудровать. Ну, то есть, а кто встрял-то в эту ситуацию? Только подумала, она и оглянулась. Что ж ты, Степан Петрович, на девичью красу даром глаз пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе, поговорим маленько. Ну, и вот, собственно, да, она дает ему поручение, потом, значит, ну, сказать приказчику, что он козел душной. Разумеется, такого сказать нельзя, но, заметим, а она же любит на человеком подмудровать, что нам Бажов и сообщает сразу. Он за это попадает на самый такой дикий забой и требует от него какого-то такого непомерного оброку, и хозяйка приходит ему помочь. Вот, значит, выпорли парня и в гору. Надзиратель рудничный тоже собака не последняя, отвел ему за бой, хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, и давно бы бросить надо. То есть, вот раз, и мы уже создали такую безысходность, да, надзиратель рудничный тоже собака не последняя. То есть, ну, как можно, вот, владея словом, вот, пожалуйста, да, прохладись вот маленько, а руку с тебя будет чистым малахитом столько-то, и назначил вовсе не сообразно. И вот, значит, приходит хозяйка опять, вот, типа, не дрогнул, молодец, потом предлагает ему на ней жениться, он отказывает, он уже понял, что, как бы, надо... Это же спойлер, отче. Надо выскакивать. Так я же говорю про травматический школьный опыт, который имеют наши зрители, хотел сказать, читатели, посетители. Ну, и потом же, вот, под конец, да. Так. Вот. Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно, дорадоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял. Хворый-то придумал-то дробовичок завести и на охоту повадился. И ходит все слышно к Красногорскому руднику, а добычи домой не носит. В осенях ушел как-то, да и с концом. Вот нет его, нет куда девался. Сбили, конечно, народ, давай искать. А он слышно, что на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается, и ружьишка у него в сторонке валяется, не стреляна из него. То есть вот где хоррор, вот где ужас. И все это вот такие вот, именно что бескрытостным языком, как будто человек не умеет говорить сложными предложениями. И от этого мы ему даже верим больше. Потому что читаем, как полицейский протокол, безо всяких изысков, безо всяких вот лунного света, который падает. То есть я вот здесь преследую цель показать, что иногда есть просто форма, которая великолепна, которую надо предложить, да. И ружьишка у него тут же, да не стреляна из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ней так и капают. Как люди ближе подбежали, она на камень, только ее и видели. А как покойника домой принесли, да обмывать стали, глядят, у него одна рука, она крепко зажата, и тут видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит, да ведь это медный изумруд, редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасье, осталось. Откуда только у него эти камешки? Настасья, жена его объясняет, что никогда покойник не браке такие камешки не говаривал. Шкатулку вот ей дарил, когда еще женихом был. Большую шкатулку, Малахитову. Много в ней добренького, а таких камешков нету. Не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Ну, собственно, вот это только начало, это только замес. Будьте добры, у меня все три. Тут появляется Малахитовая шкатулка, вокруг которой все потом и вертится. Это просто удовольствие от мелких деталей, что вот был праздник, а они пошли, и вот встряли, и он пытается отдалиться, и опять надо зачитать это как то, что предлагает автор некое такое упражнение на внимательность. А как эту внимательность воспитывать? Вот понимаете, вот вы хорошо сказали про школьный травматичный опыт, но ведь этой внимательности никто не учит в школе. Условно говоря, уроки литературы, как бы это сейчас помягче сказать, проходят тупо. Сюжет. Кто куда пошел, кто чего принес, куда куда кто ушел. Это читатель, которого вознуждали как кобылку, и при этом еще если кобылка устала или влюбилась, или там мало ли что, или конек опять же влюбился. И если человек это еще не может объяснить занимательно, а слишком часто у педагога, простите, здесь журналы заполняем, здесь формы сдаем, здесь, то есть в этом случае вот медленное чтение, оно скорее в семье, с чего мы, кстати, и начали. Потому что, ну, в целом, это тоже, рискну сказать, такое лукавство, когда родитель приходит, ребенка приводит и говорит, вот он с вами, и, значит, за два часа литературы в неделю, то есть это даже не полтора часа, а два раза по 40 минут, ну что, это 80 минут, час 20, это университетская пара. Вы должны привить, значит, словесность, высокий штиль, умение переключаться, да, то есть сказать просто, сказать сложно, написать просто, написать сложно, написать стилизованно, под Петровскую эпоху, под Елизаветинскую, под Былинную, ну то есть это, простите, то, что, настолько просто, опять же, по времени, медленно происходит, что родитель, отдавая ребенка на урок литературы два часа в неделю, хочет, чтобы с ним занимались как в Хогварте, где он живет, питается, имеет доступ в библиотеку, и вся его забота это учиться. Ну, как, кстати, заповы, вспомним, вот эту вот чудесную утопию Цирскосельского лицея, когда детей сначала, значит, испытывали, потом их же семьи их всячески туда пропихивали, а потом дети узнают, что каникул у них не будет, что они просто здесь на цать лет, ну ладно, цатьяга, ну 5, 6, 7, 8, а с другой стороны, царское село, сад императорский, значит, сам комплекс зданий Российской империи императорского ведения, все, значит, газеты, журналы, вот выпиши в, куда там Базаров приезжает-то, вот, где, в имение Кирсановых-то, вот, выпиши туда, вот, я не знаю, в Ярославль, да под Вологду, на все журналы, и все новинки литературы, и кто бы это потянул, а с другой стороны, ну, зато вот и получилось, буквально, вот, каждый из них был такой штучный, замечательный, и прославивший свое имя. Отче, на сегодня тоже все. Ну, я только начал. так всегда оно и бывает. В следующий раз, я насколько понимаю, мы поговорим про жанр, вот, жанр неожиданный, вот, но мы уже здесь как-то его в одной из наших встреч гораздо раньше обсуждали, и вновь вернемся, почему же этот жанр так люб вам, и чего вы хотите, чтобы в этом жанре узрели те читатели, которые еще пока, может быть, с ним не в полной мере знакомы. Поговорим об этом в следующий раз. На сегодня мы прощаемся. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся до следующего понедельника. Присоединяйтесь к нам, мы думаем, что вам будет интересно продолжение нашего разговора. Будет удивительно. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин